здравствуйте дорогие друзья хочу поделиться с вами моим опытом использования bluetooth наушников пользуется я начал данными девайсами довольно давно начал я свое знакомство вот с таких вот моно гарнитур первая была от жабра классик вот такая вот служила верой и правдой сел аккумулятор у нее к конец то несколько больше года и пользоваться потом еще какие-то были неудачные жабра какая-то глючная вот потом было более-менее жабра толк вот потом как-то но что-то у нее на на рабочие но я потом перешел на другие гарнитуры в общем я просто показываю химия пользовался в общем то более-менее но как потом последствия оказалось что они тяжеловатые в ухе держится не очень потом еще такая была даже в без амбушюры сейчас она это китайская с алиэкспресса но это вообще пипец короче она вся мигала гониками разуме в конце концов то есть по звук не очень был потом упала в воду и но благополучно тому загнулась такие на уши я заказывал с алиэкспресс вот это уже более вот вот начиная с этих наушников вот с таких вот точки простые в них такая была тема что у них этих наушников через там месяц полтора у них звук стал тише 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 и в конце концов с очень тихим очень стал пульс некомфортно вот они меня просто валяются были еще другие но я уже их не сохранил что-то там сына дал какие-то вот и так что вот в общем начиная с этих наушников не поросков он по форм-фактор то есть очень удобно я ношу по одному наушнику то есть я у меня одно ухо свободное слышу окружающий мир а в другом ухе меня там телефон можно мучку послушать легонечко там видос посмотреть со звуком в общем как один наушник садится я уставляю заряжаться беру другой то есть он стопа у меня заряженный наушник далее я короче стал обращаться к индекс маркету мы там ну самые популярные наушники были редми аир дотс вот они то есть верой правда они мне служили они сейчас рабочие вот так они выглядят да я сейчас не буду описывать их характеристики просто скажу в сравнении что очень очень удобно и причем я ношу все наушники в левом ухе то есть я левую вставляю в левую уху и право вставляю в левую хоть они играют по-разному тут загнут для вот все равно они меня нормально держатся в моем ухе в общем то я не испытываю дискомфорт вот то есть они такие-то не разные вот так вот они уже даже мигают даже заряжены меняющие части давно не пользовался вот но в этих на наушниках если разговаривать по блютузу у них очень непосплохо слышат собеседник далее просто заходил счет новенького и я приобрел вот такие наушники редми аир дотс 2 они ничем не отличаются от армии аир дотс внешне внешне да вот они прям практически такие же один в один но ну вот я исключаю так если на обычных для дотс но у них здесь не сопротивление написано до зла тут какие-то вот в общем то они написаны размер тут 2 2 там очень китайские характеристики пришли их так отличаю тем же они отличаются на самом деле во второй версии очень хорошо реализован разговор по блютузу то есть вас хорошо слышит но с человек с которым вы разговариваете это очень здорово потому что я как бы нашу постоянно не вынимаю у меня еще работа такая работаю руками поэтому у меня руки к правило заняты и я чтобы ответить на телефон мне приходится в общем то очень удобно пользоваться именно такими гарнитурами но через полтора месяца тут как бы у меня случился и как бы сказал его инсульт наушника то есть наушник один перестал работать правый просто просто вырубился и все не заряжался ничего в общем просто то есть вырубился ну ладно чего надо в гарантию нести там и так далее гиморно полторы тысячи рублей стоят проездишь на эти полторы тысячи и нервов столько потратишь но через день он начал работать через день полтора начал работать снова но у него звук стал два раза тише то есть как бы он поправился от ударов но не совсем вот то есть поэтому я думаю ну ё-моё ну пользуется опять неудобно но одним пользуюсь один нормальный левый правый фиговый стал изучать тему и вот как-то вот ну каким-то обзор осмотрел и вот на обзорил себе вот такой девайс вот чуть-чуть там под дороже буквально рублей на 300 чем размеров моторому тоже как бы моторола вырвать бац-100 вот так как называются вот и как вот они в принципе ну похоже так как он дать откроем вот один заряжать что не ухи стоял вот так вот они в принципе в принципе по размеру похоже вот так и я могу сказать что в принципе у моторолы то ли хоботок он длиннее они глубже заходит в ухо то есть принципе можно музыку слушать еще более более басов добавить поглубже утопить в ухо чем redmi air dots air dots 2 вот что еще в чем их большой плюс батареи хватает в полтора раза больше чем его редми air dots 2 батареи ходит на больше продолжить на большее количество времени если при таком ну не очень сильном использование него не очень таскать сильных эксплуатирует допустим рдус хватает и ртус 2 хватает до вечера вечером зарядку если там что-то побольше посмотреть послушать то наушника хватает ну там где-то часов до шести вечера с утра то motorola хватает до утра следующего дня при плотном используем то есть полтора раза лучше батарея и басы motorola лучше и высокие вот самые высокие тоже были качественные чем у наушников от редми другими словами звук более объемные и качественные у motorola но вот чем еще у них различий у motorola кнопка сенсорная у редми air dots 2 и у редми air dots кнопка механическая тут есть свои плюсы и минусы например механическая кнопка ну как бы отчетливо можно подойти к телефону понимаешь подошел ты или нет там нажал нажал но глубоко утапливается в ухо и еще один плюс что можно нажимать через шапку у motorola конечно только пальцем только залезать под шапку и непонятно подошел ты нет потому что ну нет вот этого фиксированного нажатия тоже положил трубку непонятно положил и еще один минус до гонку motorola то что нету сигнала окончания вызова блин вот у редми есть motorola нет вот это минус мотар наушников от мотороловских то что когда разговор закончился вы не понимаете закончился он или нет нужно куда-то лезть смотреть телефон вот а это уже конечно тот еще геморрой потому что чем хорошо bluetooth гарнитуры тем что можно общаться в банке то манипуляции не не пользуюсь телефоном ну в общем то если сравнивать все вот эти три блютуз девайса редми аирдос хороший здесь поработают редми аирдос 2 хорошие но блин глюкнули и пока я пользуюсь motorola пользуюсь где-то около месяца поэтому решил записать это видео потому что блин они мне нравятся и вы сидят удобно и опять же я использую они опять же разные то есть левый отправу даже может посадочное место посмотреть они левый отправа отличаются несмотря на это они меня оба хорошо сидят в левом ухе и в общем-то звук громкий ну у ритмиков тоже громкий у motorola звук громкий хороший а ну да еще вот ну давайте коробочка у меня одних остался других тоже ничего нету коробочка такая богатенькая вот такая интересная вот ну что еще лучше сказать там девайс пока пользуюсь motorola очень нравится и наверное буду продолжать пока на редми возвращаться не хочется они уже обещали дать дальше какие-то модели выпускать но я пока остановлюсь на модель от motorola вот если вам было чем-то полезно скажите об этом в комментариях может быть оставите там лайки кому не понравилось тоже не против ставьте дизлайки вот и смотрите мой канал я буду выпускать еще другие видео продать делаю часто редко очень мало свободного времени но с другой стороны я не буду очень сильно применять вас своими видео все спасибо за просмотр всем пока рад вас видеть на своем канале